Бюджет Ненецкого округа на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов принят в первом чтении. Депутаты окружного парламента большинством голосов сегодня на сессии проголосовали за основные характеристики региональной казны. Этот прогноз – основных характеристик консолидированного бюджета Ненецкого округа на очередной финансовый год и плановый период. Прогнозируемые доходы, нормативы распределения доходов между окружным бюджетом и местными бюджетами. Также к основным характеристикам относятся доходы от отчисления части прибыли государственным унитарными предприятиями Ненецкого округа. Общий объем расходов, дефицит окружного бюджета, источник его финансирования и верхний предел государственного внутреннего и внешнего долга. Проект закона Ненецкого округа об окружном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов подготовлен на основании прогноза социально-экономического развития и в соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой политики на ближайшую трехлетку. Основные параметры окружного бюджета на следующий год составляют по доходам чуть более 12 миллиардов рублей. Расходы бюджета запланированы на уровне 12 миллиардов 856 миллионов рублей. Дефицит 6,8 процентов и не превышает норматив, установленный бюджетным кодексом России. Верхний предел государственного внутреннего долга Ненецкого округа на все периоды составит 4 миллиарда 100 миллионов. На обслуживание государственного долга в 2017 году потребуется 581,3 миллиона рублей. Расходы окружного бюджета на обслуживание государственного долга в 2018 и 2019 годах составят 603,556 миллионов соответственно. Неопределенность и высокая волатильность курса доллара и цены на нефть приводят к снижению доходной части окружного бюджета. По всем источникам доходов прогнозируется рост, кроме налога на прибыль и доходов от СРП. Наиболее крупным и стабильным является налог на имущество организации. В части доходов от СРП наблюдается существенное снижение. Прогноз на 2017 год составляет 2 миллиарда 590 миллионов рублей. Отрицательный тренд является и по налогу на прибыль организации. До основания анализа доходной части бюджета на 2017 год можно сделать вывод о том, что в законопроекте учтены доходы по всем основным доходным источникам. Основной удельный вес 73% составляют налоговые доходы. В составе налоговых доходов наибольший удельный вес составляют налоги на имущество, как было сказано, 5 миллиардов 689 миллионов рублей или 65%. И налоги на прибыль и доходы в сумме 2 миллиарда 889 миллионов рублей или 33%. Как отметила Елена Сопочкина, доходная часть бюджета округа на 2017 год более реалистична, чем в текущем году. Бюджет будет непростым, очень сложным, я даже сказал бы жестким. Дело в том, что продолжается оставаться на довольно низком уровне цена нефти. И мы прогнозируем на следующий год в размере 40 долларов за баррель. И в результате этого администрации предложено значительное сокращение расходных статей в окружном бюджете на следующий год. И проведена некоторая оптимизация расходов. В том числе мы начали с оптимизации расходов по уменьшению расходов на государственные органы власти округа. Сократили в том числе и заработную плату государственным чиновникам и себе, депутатам округа. Работа над расходной частью бюджета станет предметом второго чтения. К ней законодатели приступят уже 1 декабря.